Школьники 2-й гимназии и их гости из немецкого города Побратимы Альтена провели велопробег в честь Дружбы народов и Всемирного дня без автомобиля. Это одно из мероприятий второго этапа международного проекта «Сближение вопреки прошлому». Школьники колонной проехали по памятным местам Пинска, прямо по проезжей части. Этим они напомнили водителям про Всемирный день без автомобиля и необходимость беречь чистый воздух. Маршрут данного велопробега проходит по улице Ленина, улице Днепровской флотилии, посещение городского парка культуры. Далее по улице Пушкина поднимаемся и останавливаемся у памятного знака на улице Пушкина напротив бассейна. Далее по улице Гоголя проезжаем на 8 марта, на улице Суворова останавливаемся на улице Черняховского, там также установлен памятный знак. И затем по улице Зои Космодемьянской, по Горького, Белово, по Днепровской флотилии обратно возвращаемся на это место. В велопробеге приняли участие около 20 школьников. Их безопасность обеспечивали сотрудники государственной автоинспекции. На сопровождении данного велопробега будет задействовано две служебных автомашины ГАИ, а также сотрудники, которые выставлены на оживленных перекрестках, которые будут перекрывать дорожное движение с целью обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечения безопасности жизни детей. В современных условиях полностью отказаться от машин невозможно, но напомнить автолюбителям о проблемах для экологии, которые несет с собой четырехколесный друг, все-таки стоит хотя бы раз в году. Автомобили – это средство передвижения, это уже не роскошь. Но с учетом нынешнего времени, когда транспорта намного больше становится, и учитывая улицы нашего города, старого города, где только магистральные улицы широкие, а остальные узенькие и скопление транспорта, оно создает проблемы. И если какая-то часть людей прислушается и пересядет, как уже идет в многих больших городах на велосипедах, это даст свой ощутимый эффект, как для экологии, так и для безопасности дорожного движения. Принимая во внимание слова сотрудника ГАИ, каждый может сделать выбор для себя – пересесть на двухколесный транспорт или пользоваться автомобилем. А полезнее всего для здоровья – пешие прогулки.